Добрый вечер, господа, это Юлия Латынина, Алексей Арестович. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. Не забывайте всем, кто нас слушает, подписываться, ну, во-первых, на канал Алексея, во-вторых, на наш собственный канал, а также делиться ссылками и ставить лайки на этот эфир. И, наверное, главный вопрос, с которого я начну, это Авдеевка, потому что, как я понимаю, там до дороги, по которой идет снабжение, осталось российским войскам 100 метров. Ну, собственно, дорога уже не используется в такой ситуации. Снарядов нету, просто вот нету последний раз, последнюю парчу снарядов прислала Германия, и до этого многократно был использован НЗ, и НЗ, и там третий НЗ. Причем понятно, что снаряды внутри Авдеевки, артиллерии нет, то есть снаряды идут снаружи. Драунов не хватает, и мне даже впервые сказали, что украинские потери стали превышать российские, просто потому что украинские войска в условиях вот этого полного безрыбья, они сидят по щелям, просто тупо бьют фабами даже на дым. Я не знаю, как может фаб прилететь по дыму, но вот как бы такой рассказ с линии фронта. И, соответственно, российские войска заходят уже на все раскатанное и перемешанное. Соответственно, вот вопрос. Смысл удерживать Авдеевку? Это какое-то очень красочное описание такое, похоже на американский боевик. Но оно так не бывает на фронте. Если бы они так месили наши войска, они бы давно уже дошли, бы уже взяли Авдеевку сто раз. Там идут бои в городской застройке. Другое дело, что эти бои не в нашу пользу уже, и, как всегда, наступает фаза в обороне города, когда потери начинают выравниваться. То есть, когда было один к десяти, это одна история, когда один к пяти совсем другая, один к трём совсем третий, один к одному, четвёртый. Мы не знаем, какое сейчас соотношение. Но то, что оно начало выравнивать, да, нам сигналят корреспонденты с места. Это означает, и мы об этом с вами говорили, что оброна пора заканчивать. Она теряет всяческий смысл. Когда обороняющийся несёт потери, сопоставимые с наступающими, это ловушка уже для обороняющихся. Очень простая логика. Когда мы об этом с вами предупреждали, как бы ни в конце сентября. Ну вот, наступила историческая фаза. Теперь вопрос, что будет делать наша команда? Мы не знаем, потому что неизвестен его замысел, но вне так, что мы будем героически оборонить Ивдеевку до самого-самого этого самого. До самой-самой обороны. Правильно? Ну вот, посмотрим, что будет делать наше приманивание. Я скептик. Скептик я сентября. А скептик я сентября, потому что я знаю, как обороняли Бахну, Солидар, Лесичан, с Северодонецкой попаст. Ни разу из пяти, читайте, из шести, не отвели войска вовремя. Было бы очень странно надеяться, если бы отвели седьмой раз. Вот шесть раз нет, а седьмой взяли и отвели. Это делают те, кто умеет учиться. Мы в этом смысле учимся плохо, и у нас политические причины всегда доминируют над военными. Ну, над военной логикой. В принципе, так и должно быть. В принципе. То есть политики должны определять ход войны, потому что война — это политический процесс. Но иногда и военные имеют право голоса, особенно в ситуациях не очень эффективных с военной точки зрения. им надо было навязать политикам свое мнение. Но что с этим в Украине, вы знаете, как бы не хуже меня, и зрители наши знают, с навязыванием военными мнения политикам. Пока только наоборот. Ну, так тогда я прямо спрошу, потому что, соответственно, у меня полное ощущение, что генерал Залужный много раз говорил, что он не будет удерживать Евдеевку. Ну, он не так говорил, но суть заключалась в том, что не надо удерживать позицию, когда это не дает никаких военных выгод, когда это дает только выгоды политические. Мы многократно слышали президента Зеленского, который даже призывал выступать. И вот, простите, впечатление, что вот сейчас Авдеевка будет сдана, и после этого Зеленский снимет Залужного и весь Генштаб. Ну, так это не секрет, это давняя история. Слуги ходят уже больше месяца, по крайней мере, в Украине, что для формального снятия Залужного нужно, чтобы был повод. Не посреди этого падения Авдеевки, да, и тогда мы... С медитной точки зрения это грамотно, не будем сейчас морально оценивать это все, но главная проблема в снятии главнокомандующего все-таки не падение и приобретение городов. Главная проблема — это кто вместо. Можно снять всех генералов одним приказом. Зеленский назначает в мирное время 167 генеральских должностей, военные как бы не 300, наверное, слишком. Но он может их снять одним указом всех по списку. А дальше что? Назначать кого? И это главный камень преткновения. Если бы было кого назначать, и не одного, а целую, скажем так, команду, когорту, то уже бы давно сняли без всякого повода. У нас идет кулуарная борьба за то, кто будет новым главкомом и сопровождающими его лицами. А это не просто. Главкомы, как выяснилось в этой войне, это было открытие для очень многих у нас, особенно для политиков. Я уже про граждан не говорю, что главкомы в магазине не растут, вернее, не продаются. Их нельзя пойти купить даже за все деньги мира, даже за всю американскую помощь. Главкомы надо расти лет 25-30. И далеко не из каждого получается. Из 100 офицеров, закончившие военное училище, только 7 заканчивают академию, и только 3 из них становятся командирами бригад. Так что такое бригада по сравнению с главкомом? Это где-то там, сильно внизу. Ну, представьте себе, из скольких можно вырастить главком. Да еще главкома в крупноконтинентальной войне. Вот поиски главкома и есть главное препятствие для замены главкома. А вовсе не падение или взятие в действие. Ну, я слыхала, что и Сырский, и Буданов просто отказались. Я не знаю, насколько это правда. Не знаю. Мы же не... Это так на уровне чего? Слухов телеграм-каналов и под страшным секретом сообщаемых в личных сообщениях. На такие слухи можно опираться, но всерьез их анализировать я бы не стал. Хорошо. Тогда я задам другой вопрос, потому что вот то, что я говорила о нехватке снарядов, даже о нехватке дронов, это все-таки дело политиков. И можно что-либо... Потому что и можно ли что-то было политикам сделать дополнительное для получения снарядов и, собственно, для изготовления дронов? Потому что на своей пресс-конференции Зеленский обещал, что будет много дронов. И я понимаю, что у американцев есть там некоторые свои проблемы, которые можно сейчас обсудить, можно обсудить чуть попозже, но что-то мог именно политический блок Украины сделать для того, чтобы снарядов было больше. Это очень такой вопрос большой и комплексный. Я считаю, что политика, которая проводилась во время подготовки войны, к войне, в ходе войны, даже при всех тех болезнях украинского общества, о котором мы говорим, и украинского политикума, могла бы быть эффективнее без даже принципиальных решений. Можно говорить о том, что надо менять всю парадигму. У нас тут вся государственность не очень удалась за 32 года по одной простой причине, что мы что? Экзамены в виде войны не проходим. Это главный экзамен для государства. И многое-много. Но я думаю, что даже за последний год можно многое сделать, но сделано оно не было. Какая там доля субъективных и объективных причин? Я думаю, что субъективных больше. Тогда поговорим немножко об объективных, потому что самый главный вопрос, собственно, что после Авдеевки, ну, извините, что мы ее так уже, считайте, списываем, но на самом деле, сколько вы месяцев назад сказали, что при такой конфигурации фронт не удерживается. И понятное дело, что нет ничего страшного в том, чтобы оставить сравнительно небольшой участок фронта, если за ним сделаны долговременные укрепления. Понятно, что никто не знает, насколько это хорошее укрепление. Это будет выяснится в процессе боев. Но я хочу спросить другое, потому что, как я понимаю, эти укрепления, эту вот украинскую линию Суровикина, строить силами армии. И деньги на них выделили чуть ли не в конце декабря. Вот, соответственно, вот когда заложный, давно еще на ставке скандалил, что надо копать укрепления, что надо их копать много, надо на это выделять деньги. А где вся эта техника, которую стадионы строят? Давайте возражу против глаголов. Скандалил заложный, это не очень на него похоже. Не скандалил. Главком не скандалит он доклад. Или информирует. Докладывая. Да. Что касается линии нашей Суровикина в разных местах, на ее длинном-длинном протяженности, которая почти 2000 километров, внутреннего фронта плюс границы, она строится разными схемами, по-разному. И началась в разные строки. Я не знаю, когда там под Авдеевкой началось. То есть, как вы правильно сказали, бои покажут. Но надо помнить, что Авдеевка – это очень серьезный укрепорайон, который с 2014 года укреплялся. Что там за время, которое отвели, мы не знаем, какое оно, которое отвели для строительства рубежей за Авдеевкой, можно построить. Ну, вопрос широкий и риторический. Как это? Критерием истины будет практика. Когда туда дойдут бои, посмотрим, что будет. Я скептик. Еще раз. Не устану повторять. Здесь я скептик. Кто бы там ни стоял. Так, мой вопрос был, не стоило ли построить раньше, и не стоило ли построить силами тех, той техники, которую у нас строили. Мы же говорили об этом миллиарды раз. Конечно, стоило. Но давайте я еще раз повторю. Да, стоило. И мы это не сделали. Это одно из наших главных стратегических непринятых решений. И это решение, на котором настаивал Залужный? Наверное, не знаю. Еще один вопрос, о котором вы, кстати, тоже говорили. Вот буквально два дня назад одна из бичей Украинского фронта, это отказники. Сделать с ним ничего нельзя, в том числе, потому что война физически не объявлена. В российских войсках тоже такое есть. Это решается техническим путем, путем сожжения в яму, существования заградотрядов и так далее, и так далее. И вот все смеются, что Путин не объявил Украине войны, объявил какое-то СВО, и до сих пор слово «война в России запрещено». Но ведь Украина тоже не объявила войны, и понятно, что в этом есть свои дипломатические плюсы. И если можно, поговорим о дипломатических плюсах. Как я понимаю, это облегчает поставки оружия. И если можно, поговорим о минусах, в частности, вот о том, что ничего нельзя сделать с отказниками, и что можно в этой ситуации с ними сделать. Смеются все от неграмотности. После 1945 года в мире была объявлена одна война. Почему? Потому что Организация Объединенных Наций, как ключевой институт подздамо-ялтинских соглашений, была создана, в частности, для предотвращения больших войн, мировых войн, как и все эти соглашения. И там черным по белому было создано международное законодательство. И утвержден его примат. они все войны предотвратили с тех пор. Извините, что я вас перебиваю, но я поняла, куда вы клините, клоните. Над национальными. И был утвержден примат международного законодательства над национальными. И была формировка такая, что любое государство, объявившее войну, становится агрессором автоматически, даже если оно ответ, виноватым автоматически, даже если оно войну в ответ объявил на вооруженную агрессию, и лишается всяческой помощи. Объявить войну в Украине сейчас войну, это оказаться без помощи, оказаться неправой с точки зрения международного права. То же самое с Путиным. Если Путин бы объявил войну, то у него было бы обходить санкции гораздо сложнее, чем сейчас. Поэтому никто войну не объявил, все проводят страшные операции. Это первое. Второе. Объявление или не объявление войны не имеет никакого отношения к отказникам на фронте прописью. Никакого вообще. Потому что военного положения достаточно, чтобы действовали все необходимые нормы. Неспособность усправиться с отказниками приводит разваленная система военной юстиции. В Украине ее нет. А также некоторые инициативы Верховной Рады Украины приняты в 2015 году, когда изъяли норму о праве командиров применять оружие к трусам и паникерам. И вообще там сильно ослабили. С одной стороны они как бы усилили контроль за невыполнение приказов, но его же усилили чисто демократически. Как это? Таким вот способом, который приводит к тому, о чем я так люблю рассказывать. О том, что по 600 отказников толпятся в прифронтовых городах и гордо спьется в лицо военной полиции и государственного бюро расследования, которые должны заниматься уголовным производством в их отношении, потому что их сначала надо пропустить через медкомиссию. Медкомиссия действует по нормам гражданского времени и не в силах переварить. То есть там сидят гражданские врачи в поликлинике с 9 до 14. Они не в состоянии переварить такое количество отказников. А без этого нельзя заниматься производством. Это чистая диверсия против государства. когда я был в ОВИС, этим занимались активно. Я принимал участие в изучении проблемы. Дальнейшее последовало без меня. Я был уволен. Но судя по всему, точнее уволился, судя по всему, ничего так и не получилось. Поэтому как бы так по-прежнему. Вы сейчас сказали потрясающую вещь, которую я хочу переспросить. Правильно ли я понимаю, что если считать по внутренней отчетности ООН, то она с 45-го года предотвратила все войны, кроме одной единственной. Кстати, кто это? Кто эти несчастные люди, которые объявили друг другу войну? Насколько я помню, это футбольная война в Центральной Америке. Тут вопрос надо, можно уточнить. Мы в конце концов не в Википедии, мы не обязаны знать все даты сроки точно. Что касается, но что касается ООН, да, они не только предотвратили, я думаю, они еще премии получили за это. Все. Большие. А нельзя ли как-нибудь это дело скомпенсировать? И вот, например, в конце концов, ну, тот же Советский Союз и ту же Японию за агрессию в одном случае против Финляндии, в другом случае против Монголии, против внутренних областей Китая вышибли из Лиги Наций. Там это вот как-то Лига Наций, она была, видимо, она считала по головам, а эти считают по бумажкам. Ну, это вопрос, наверное, не ко мне, а тем, кто создавал и, скажем, заинтересован в продолжении существования ООН в таком виде и так, в котором она существует. Но сегодня президент Польши Дональд Туск сказал замечательную вещь. Он сказал, что, обращаясь к американцам, Брейган говорит, в гробу переворачивается, глядя на вас, как вы себя ведете в этом конфликте. Я могу только присоединиться к его словам, тем более, что я их повторял раньше, чему. Ну, так это про американцев. Так а кто у нас ключевая страна? Простите. Кто ключевой донор ООН? Кто больше всех дает денег ООН? На чьей территории расположена ООН? Кто имеет определяющее влияние на ООН? Среди прочих. Ну, там еще Франция, там еще Великобритания. Там хотелось бы спросить их, как они вообще там, как вообще не жмет. Алексей, я боюсь, что это так не работает, а как раз в том-то и проблема, что в ООН огромное количество мелких государств и что эти мелкие государства очень часто хреновые государства, как говорил экс-президент Трамп, shit hole countries, они голосуют, соответственно, и что вот эта вот идея, если вы нагоняете в какую-то международную организацию много-много всякого мусора, то мусор начинает голосовать, ну, примерно так же, как голосуют, как голосует колхоз, как голосует избиратель низкого качества. Это первым освоил Кирсан Илюмжинов одним из первых, когда он в ФИДе принимал страны, которые вроде бы как и несыбенно занимались шахматом, но хотели от него получить денежки. И после этого стал бессменным председателем ФИДе. Так что я боюсь, что в том-то и проблема, что в ООН верховодят не Соединенные Штаты, вне зависимости от качества их политики. А в ООН как раз это проблема, грубо говоря, всеобщего избирательного права наций. Что они все представили? Давайте зададимся таким вопросом. А если бы Соединенные Штаты Америки и вся эта коалиция западная, первое, имели бы стратегию, второе, очень хотели бы, третье, как вы думаете, им удалось бы уговорить маленькие страны или конкретный набор маленьких стран? Смотрите, я вам показываю пример. Такой есть министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Он в марте 22-го очень много африканских стран осудил агрессию России и так далее. Потом прошло ряд саммитов и 18 стран из осудивших начало голосовать или голосовать стало против резолюции, которые осуждают Российскую Федерацию. Всего лишь один саммит в Санкт-Петербурге и всего лишь визит Лаврова в Африку, над которым так все сильно смеялись. Теперь вопрос, если Лавров это смог, будучи государственным агрессором, то Запад и Соединенные Штаты смогли бы, если бы захотели поменять мнение штуку в 17 стран, может, чуть больше. А они большие. Давайте поставим вопрос. Еще каким-то, знаете, вот прямо вот таким совсем. У нас идеализированное представление бывает об американцах, а я еще помню, что Сукин сын давайте поставим вопрос так, как бы думать, если я был руководителем Соединенных Штатов, через сколько дней все маленькие страны голосовали бы мне так, как мне надо? Я сейчас скажу страшную вещь. Может быть, проблема вот в наступающем международном мире в существовании большого количества маленьких стран, которые, ну, безответственны с международной и, кстати, с внутренней точки зрения. Может быть, Лига наций была ответственна просто потому, что в ней было большое количество сознательных стран. И у них вот по их исторической шкуре все это проходило. Проблема в том, что Запад кончился. И шансов на его воскрешение, ну, может, полпроцента есть какие-то. Вот. Его время ушло навсегда. Или почти навсегда. Есть шанс. Я в Европу, в принципе, не верю. Я верю в то, что Штаты смогут переродиться. Но чем будут заниматься эти перерожденные Штаты, большой вопрос. Вот смотрите. Штаты хлещут по щекам. Сейчас все, кому не лень. За крайние два месяца почти 200, чуть меньше нападений на американские военные базы на Ближнем Востоке. И только когда трое убитыми потеряли, они там начали что-то отвечать непонятно куда. Две авианосно-ударные группы, которые приехали защищать Израиль от Хезбавы и от происков Ирана. Так в бой не вступили. Просто там постояли. В отношении Украины помощь не оказывается, причем в критический момент, когда снарядов нет, когда полная задница на фронте. Снова, причем в который раз за войну. Сейчас стоит развязать третий конфликт в Тайване или еще чего-нибудь, и Штаты утрутся окончательно. Ну вот вам Штаты, вот вам весь Запад. Поэтому мы присутствуем при конце Запада. Мы с вами об этом неоднократно говорили, и все остальное это только следствие этого. Глобальный Юг поднимает голову, потому что они перестали бояться Запада. Они знают, что им ничего не будет за нападение на американские суда. Или будет, ну так в разряде, когда они могут первое вполне вытерпеть, а второе хорошо ответить. Вот и все. Фаза не та историческая. Запад кончился, Юг поднимается, Восток поднимается. Ну так в Китае даже концепция так называется внешнеполитическая с 2017 года утвержденная, а с 2019 объявленная китайскими экспертами. Запад падает, Восток поднимается. Все по-честному. Все согласно руководящим документам. Ну вот смотрите, как раз по поводу того, что Запад развернился, с чем я с вами полностью согласна. Но все-таки есть какие-то свои резоны у Запада. Он не разленился, Юль, давайте быть точным. Он не разленился, он закончился. Все, нету его. Нам бы так закончиться, это называется. Нету его, ну что, кофе у них хорошее, еще дреновое в Украине лучше. Что у них хорошее, если у этого Запада, скажите? Илон Маск. Илон Маск. Илон Маск, во-первых, его тескуют на Западе, во-вторых, Илон Маск недвумысленным образом в конфликте с Осью Зла склонен занимать позицию весьма комплиментарную одной из стран на Осью Зла с Путиным по телефону разговаривал, рассказывает, что Украина и Запад неправильно себя ведут, а вот надо бы и такой почти такер. Поэтому все эти правила. А еще не сегодня-завтра Маск у нас скажет про мужество на президента Путина, которое единственное является настоящим столпом во всем этом безрыве. И я его понимаю, когда насмотришься на химические кастрации детей на Западе с предложением выбирая сам мальчик или девочка, так можно и на сторону Путина перейти. Хотя Маск сам, видите, такой его водит. Он, с одной стороны, против вот этого всего, про семью говорит правильные слова. А дитё у него, как называется, H2-3, S2, H5, как-то там, я не помню, не в состоянии повторить. Да, и оно, 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 там оно, да, или оно мальчик, или мальчик, оно или девочка до сих пор не установлен. Самим Маск. Поэтому Маск тоже фигура, скажем так, специфическая, перемешанная. Хорошо, я имею в виду... Хорошо, тогда подумаем давайте о том, почему Маск фигура специфическая и перемешанная, и почему оказалось, что человек, который, ну, абсолютно устремлён в будущее, который хочет, чтобы человечество улетело на Марс, и вообще, видимо, судя по всему, понимает вот ровно то, что вы говорите, что с цивилизацией, которая ушла на пенсию, каши уже не сваришь. А почему этот человек не только скептически относится к этой ушедшей на пенсию цивилизации, но и начинает присматриваться, ну, вроде бы, как абсолютно пещерному Путину. И можно вот сколько угодно объяснять проваленный в Конгрессе, я всё время путаю в Конгрессе или Сенате, он сейчас был провален, а вот этот биль, и тот факт, что есть уже большая вероятность, что помощь Украине вообще задержится. Можно сколько угодно объяснять, что это внутренние дела США, что того-то вот миграция, что Трамп хочет уязвить Байдена и так далее. Но факт тот, что помощь Украине перестала быть важным политическим козырем, на котором партии, стремящиеся победить на выборах, зарабатывают очки. И возникает вопрос, вот что случилось, это просто результат неудач на фронте или это результат неправильной политики самой Украины, потому что вот два года назад Зеленскому аплодировал весь мир, аплодировали стоя все парламенты мира. Соответственно, можно всё списать на Запад, сказать, они такие сихие, немазанные, сухие, но они работают у себя на выборы. У них очень короткий горизонт, и они понимают, что приносят очки, а что не приносят. Почему поддержка Украины больше не приносит очки, и связано ли это как-то с позицией властей Украины, или это просто тупо поражение на фронте? Это ни одно и ни второе. Были ошибки, которые сделала Украина? Это ни одно и ни второе. Это процессы, происходящие в Соединённых Штатах, они являются главной причиной. Главной причиной является лицемерие администрации Байдена, потому что они продавали американскому народу примерно такую штуку. Мы отдаём всё Украине, вот всё необходимое, всё самое-самое лучшее, и так далее. Мы стоим за демократию молодую, она сражается, она сейчас покажет врагу, вот смотрите, мы вот-вот-вот победим. Реально, их дела на материальном уровне, поставки, соответствовали их словам процентов на 20. Они совершенно недостаточно нам дали для того, чтобы реализовать те цели, которые были явно или не явно заявлены администрацией Байдена при регулярных обращениях к американскому народу. Когда контрнаступление не удалось, они не дали нам того, не первое, не того, что мы просили для контрнаступления, не дали, не дали даже третье от реальных расчётов. Второе, это то, что от того, что они сами накачали ожидания в своём народе, выяснилось, что Байден попал в ловушку. Ему снова вспомнили неэффективные инвестиции в военные конфликты, как перед этим было в Афганистане и в Ираке, из которого так позорно выходила американская армия. И за это немедленно ухватились его политические противники, а поскольку семья Байдена была замешана в крупные скандалы в Украине, как утверждают его республиканские товарищи, то они ещё сразу зацепили и так Байден, их логика очень простая, тратит деньги неэффективно в Украине для целей Соединённых Штатов, для целей американцев, каждого американского гражданина, но очень эффективно для своей семьи. Вот, это логика республиканцев. Думают ли они так на самом деле? Думают, сразу скажу. Или они используют это как оружие? Используют, сразу скажу, на внутренних выборах, вот это главная логика. Украина могла быть бриллиантовой, яхонтовой при этом, но что? Первое, нам не дали достаточно для выполнения тех задач, которые мы перед собой ставили, под которые нас, ну так скажем, деликатно подначивали. Второе, нам не дают сейчас, когда кровь из нас, речь даже не о контрнаступлении идёт, а об удержании новых территорий, которые могут быть вновь потеряны. Поэтому искать в нас причины. Ну, есть фактор, что нас могут обнять в коррупции и неэффективные политики, но это соотносится с факторами, скажем так, лицемерия администрации Байдена, как три к одному где-то. Три – это их вина и одна – наша ответственность. Один фактор. И ситуацию представлять, что мы неправильно всё делали и теперь нам не дают, было бы глубоко неправильно. Это не так. 4,2 миллиарда долларов утверждает Андрей Лорионов ещё остаётся у Байдена в качестве Presidential Jordan Authority, который он мог бы потратить на помощь Украине. Ну, я не проверяла эти расчёты, я… Но скажите, пожалуйста, что как раз говорят ваши американские друзья, потому что у меня, я думаю, что у многих есть ощущение, что, ну, не может быть, чтобы у Байдена, если он видит, что вот физически в Авдеевке нету снарядов, от слова нету, их не хватает уже два месяца, уже два месяца расходуется НЗ. То есть, когда НЗ расходуется два месяца, понятно, что на третий месяц это уже действительно совсем-совсем Карачун. А не верю, что у него нету чего-нибудь не завалялось у американского президента в кармане. Вот 4,2 миллиарда долларов, это говорит Лорионов, соответственно, такое впечатление, что Байдену гораздо важнее сказать, ну, вот это республиканцы обрубили помощь Украине. Они, у американского президента, вне зависимости от его фамилии, очень много рычагов. В частности, даже минуя решение Конгресса, он может заниматься передачей массовой вооружения военной техники, стоящей прямо сейчас на вооружении американской армии. Одно из таких программ называется Линг-Лиз, по которому не было существовало поставки ни одного патрона, его можно заново возобновить, принять новый декрет и передать вообще всю американскую армию сюда, все вооружение, без всяких проблем. Он этого не делает. Я думаю, что ему действительно важнее сказать республиканцам, вот посмотрите, вы погубили Украину, а потом провести обратную аналогию, не я погубил Афганистан, погубили такие, как вы, подлые изоляционисты. И ради этого он готов списать частично часть Украины в топку, потому что ему выгоднее, чтобы у него появились сильные аргументы в ответ на очень сильные аргументы, имеющиеся у республиканцев. Такова политика и такова американская политика. Когда наши пропагандисты, которые очень хотят в ЕС и НАТО, рассказывают нам, что Америка это сияющий град на холме, и они спят и видят, как о нас серых убоги беспокоятся, я просто удивляюсь не тому, что они говорят, с ними все понятно. Они такие же политические циники, которые на мантре пытаются заехать в рай. Я удивляюсь, что им кто-то верит еще, глядя, как Америка помогает Украине. Но и есть люди, которые верят. Сейчас в комментариях к нам придут с вами и расскажут, что мы ничего не принимаем прозапад. Это хитрая стратегия. И вот однажды он как проснется, как всем покажется, что... Прошло время хитрых стратегий, особенно в политике. Об этом мы сейчас поговорим, но вы затронули слово Ленд-Лиз. Если вы помните, было большое количество людей, тот же Андрей Ларионов, которые бегали с Ленд-Лизом. И я очень скептически тогда к этому относилась, потому что мне казалось, что Ленд-Лиз – это только способ поставки, и хочет Байден поставлять, он поставит там по Президеншал Джодан Ассорити, хочет по Ленд-Лизу. И, соответственно, Ленд-Лиз просто кончился, кончился, если я не ошибаюсь, в декабре этого года, и в прошлого года, и не был продлен. Но уже после того, как все это кончилось, до меня стали доходить слухи, что это украинская сторона не настаивала на Ленд-Лизе, и мне это показалось совершенно, ну, совершенно диким, если сейчас, ну, Алексей. Вот вы тогда, кстати, были в администрации президента, чего там было, а чего там не было? Мы с вами, да, вынуждены действовать в коридоре между группами лиц. Значит, есть группа лиц справа, это такие, как Порошенко, которые говорят в Европарламенте, «We are very happy to get inside Евросоюз и NATO because it's our happiness shining sun and all of this dream of every Ukrainian». Примерно такое. А есть, да, весь группа товарищей типа Иларионова и Рюбарского, они расположены слева, с цилой Харибда, которые говорят, «Справа наоборот». Да, справа. Такие, как Арестович, такие, как Арестович и Романенко, они сказали о том, что не надо поставлять полинблизу помощь нам. И Байден, который уже занес ручку, чтобы выписать помощь, сказал, ему наклоняется референт над ухом, говорит, «Знаете, там Романенко и Арестович против». Байден такой, «Да елки-палки». Ну, капец. Только хотел поставить, а тут же Арестович и Романенко в передаче в прямом эфире, «Как скажи, ну, что же он теперь будет? Против этого мнения, что ли, поступать или как?» И вот они всерьез сносятся с этим и рассказывают об этом всем несчастным, имеющим, да, счастье их слушать. Ну, если мы в это верим и всерьез хотим рассматривать первую и вторую гипотезу, то это не ко мне. Я могу только подойти с точки зрения критического реализма и к первой, и ко второй. Мой ответ, если вы хотите самостоятельного ответа, уважаемые зрители, мой ответ звучит так. Байден имел, имеет и будет иметь, пока он будет президентом Соединенных Штатов, возможности поставить, американское законодательство это обеспечивает, даже наличное, поставить нам все вооружение мира вообще, просто до последнего патрона передать сюда американскую армию. И он этого не делает. Не делает он этого совершенно сознательно. Если бы он хотел это сделать, то по линдизу нам бы пришло в 12 его носов, 540 тысяч ядерных энергет и 200 миллиардов F-35. Но не пришло ни одного патрона, потому что он не захотел. Хотя механизм был, он его сам подписал. 18-9 мая, по-моему, да. Что-то такое на День Победы. Все. Но это был механизм, который предложили республиканцы, как я понимаю, в этом-то все было и дело. Ну, он же его подписал, можно было не подписывать. Предложила его сенатор от Украины, которую в Украине обозвали, оболгали и перестали сюда пускать. Виктория Шпарц ее зовут. Да, она была единственная, кто из республиканцев находился в кабинете во время подписания Байденом. Линдиза. Ну, так ничего не подействовало. Хорошо. Вот вы сказали две очень важные вещи, что, с одной стороны, республиканцы носятся с рассказом о том, что это Байден, что Байден каким-то образом зарабатывает на Украине, что является фантастической ахинеей. А с другой стороны, для Байдена важнее через... Нет. Ну, Алексей, у Байдена есть способы зарабатывать другие. Алексей, есть гораздо странный... Ну, что, мы как бы со свечкой не стояли или будет прямо так. Но я бы... Давайте формулировку такую использовать. Мы не знаем. Вот это верная формулировка. Потому что, если потом выяснится как-нибудь, что... то потом придется жалеть о своих словах. Мы не знаем универсальная формулировка. Нет. Просто, если даже... Ну, я бы сказала так. Если даже на Украине умудрились навариться, то какие же размеры навара в других местах? Ну, как вы думаете, как это все работает? Помните такая программа в нефть в обмен на продовольствие? Была. Я помню другое. Это программа международная. А я вот, когда вы говорили, я вспомнила совершенно замечательное письмо Плиния-младшего, в котором приводится рассказ одного римского бывшего проконсула, который пишет дословно «Ура! Я продал часть Бетики, и уже...» Но он не сказал «окешился», он какое-то другое латинское слово употребил. Но смысл был в том, что он продал часть Бетики, и уже окешился. Вот так Рим управлял провинциями. Техас могут грабить только Техас. Вы же знаете. Так, международная программа нефть в обмен на продовольствие. Да, там всякое было. Говорят, сын тогдашнего председателя ООН как-то его говорят. Не знаю точно. Его персональные доходы как-то резко непропорционально увеличились. Прямо вот как звоночек-звоночек с действием этой программы. И не у него одного. Разбираться и разбираться. Но кто же будет разбираться? Кто же его посадит? Он же памятник. Так а что мы говорим о нефти в обмен на продовольствие? Вот у нас есть УНРА, организация помощи палестинским беженцам, который является крупнейшим в мире отмывателем террористических денег в истории. И есть этот самый Антодио Гутьерриш, который шлепает губами и говорит, как же, как же остановили финансирование? А когда его тычут, как нашкодившего котенка, что вот, значит, вот здесь они бросили свою карточку работника, взяли автомат и просто реально держали заложников, делали что угодно. Я уж не говорю о том, как они детей воспитывают. Что просто вот реально господин Гутьерриш и его подчиненный, ну, де-факто подчиненный глава УНРВА, ну, слушайте, ну, это два самых больших финансиста-террористов в истории. Просто никакой Бен Ладен рядом не стоял. Он не мог процессить почти 2 миллиарда долларов в год. А эти на глазах у всех и Божьи Роса. Вот поэтому, Юля, я предпочитаю формировки, не знаю. Не знаю. Хорошо. Мы не знаем насчет того, что все республиканцы обвиняют Байдена. И мы вот удивительную вот эту интригу, когда Байден пытается рассказать, какие республиканцы плохие, что это вот они виноваты в том, что будет с Украинкой. И я хочу перебросить мостик к эфиру замечательному эфиру, который у нас был в воскресенье с Григорием Юдином. Это выдающийся российский социолог, политолог, социолог, конечно. И Юдин, да, и Юдин, мы беседовали с ним о том, о чем мы часто беседуем с вами тоже в последнее время, о демократии. Говорили очень печальные вещи. В частности, Юдин сказал, что выборы это еще не вся демократия. И выборы очень часто ведут к лебисцитарной диктатуре. И что это большая ошибка сводить демократию к выборам. И более того, поскольку это происходит сейчас во многих странах мира, но уж не только в России, где благодаря выборам стабильно побеждает Путин, это, собственно, во многом главная причина кризиса демократии. И Байден и Трамп, причем он Байден тоже назвал, являются ярким примером. И более того, так он сказал, согласился, что в этой ситуации, вот в этих тенденциях, которые происходят в мире, получается, что Путин впереди, а не позади. Он эксплуатирует те дырки, те слабости, которые сейчас начинают эксплуатировать другие политики. И в этом смысле вот то, что вы говорите, особенно то, как Байден ведет себя по отношению к Украине, что ему важно с помощью Украины навернуть республиканцев. Это очень характерный пример того, что впереди маячит Путин. Давайте две цитаты разрешите. Одна неизвестного происхождения, вторая мифологическая. Хотя некоторые утверждают, что она правда. Первая цитата неизвестного автора, народного, видимо. Демократия это не власть народа, это власть демократов. Это очень разные вещи. Мы с вами говорили, а вторая цитата принадлежит согласно мифу Иосифу Виссарионовичу Сталину, который сказал по поводу демократии так. Не знаю, это, наверное, миф, а может и сказал. Мы попросим сталинистов уточнить, профессиональных да или нет. Он сказал, я думал, что демократия это власть народа. Но товарищ Рузвельт объяснил мне, что демократия это власть американского народа. Я думаю, что апокрифическая цитата она зародилась где-то в недрах, КГБ в 80-х годах, но что-то непрекрасное. Есть такая лекция уважаемого Андрея Бумисера о том, как на Западе создавалась пиар и пропаганда. В 20-е годы в Америке была очень серьезная дискуссия на теме, на фоне Великой Депрессии и всего остального. Две крайние точки зрения выглядели так. Первое, народ нужно просвещать и поднимать, чтобы он учился управлять собой, учился использовать демократические инструменты по-настоящему. Второе, что нужно народ обманывать к его же пользе, потому что он все Артемин глупый, ждать пока он обучится на фоне все возрастающих темпов производства научно-технического процесса и капитализации некогда, ибо получается, что мы детям вручаем слишком сильные механизмы для управления экономикой и политикой. Поэтому их надо обманывать с их же пользой. Даже не в 20-е, в 10-е. И автор термина PR был одним из авторов компании, которая по заказу президента Вильсона проводилась и должна была с понукатой, как это по-русски, подтолкнуть американцев к вербовке на войну. Подвигнуть, да, к вербовке на войну в Европе. В 17-м году американский контингент высадился во Францию и начал героически побеждать немцев. Так вот, немцев представляли страшными чудовищами, страшными, моральными уродами, желающими надеть на штык всех младенцев Европы и пожарить их и съесть. И это привело к тому, что американцы когда ему опасно завербовались, там рисовались ужасные картины о уничтожении Европы и верных женщин и детей немцами. А потом Камашинка взяла такой разгон, что Вильсон взял его во время персадских соглашений и возложил всю вину за Первую мировую войну, которую развязали одновременно пять империй, на одну Германию и породил таким образом Гитлера и все чудовищные последствия. Так вот, неумеренная пропаганда к чему приводит. Так вот, понимаете, как это деликатно сказать, Юдин великий человек. Я его сам не читал, но все авторитетные для меня люди говорят, что Юдин великий человек. Вы его спросите в следующий раз. Он специалист экстракласса. А есть неплебисцитная демократия? Точнее, даже не так. Есть неуправляемая демократия? Вот так вот. Демократия, которая не управляет, в которой действуют естественные стахастические силы. Или целенаправленные, но идет естественная игра сил. Я могу сразу дать еще цитату народную. Звучит так. Учил сегодня детей демократии, говорит один американский папа. Предложил им выбирать пиццу и какой фильм они будут смотреть. Дети выбрали пиццу, выбрали фильм, а потом я поставил фильм, который я смотрел и заказал пиццу, которую я хочу есть, потому что у меня деньги. Должна сказать, что деньги-то в том-то и дело, что у папы деньги, а у политика, демократического политика, возможность распределения денег, и по мере того, как эта возможность растет, и количество людей, в отношении которых деньги становится все больше и больше, и к этому присоединяются еще социальные сети, то и возникает, что демократия в 50-е годы была одна, она была, функционировала точности по тому образцу, который вы описываете с папой и с ней, а сейчас она функционирует совсем по другому образцу, потому что существует чиновник, который очень внимательно слушает пожелания детей, дает им именно ту пиццу, которую они хотят, и еще штрафует папу и лишает его родительских прав, и деньги все папы забирают себе, чтобы, значит, детей пиццей докормить, такой, которой они хотят, и в результате получают свою пиццу, папа лишается своих денег, и возникает вот та третья инстанция, которая все решает, и у которой деньги папы, но мозги ребенка, который хочет, скорее всего, он не пиццу хочет, а булочку. Вот в чем, собственно, главная проблема. Да, замечательно. И отдельные передовые люди, типа нашего Владимира Владимировича, любимого, они давно поняли, как это работает, и эксплуатируют это по полной. Причем, заметьте, отражает чаяние очень многих, действительно, многих представителей народов Российской Федерации. Народов Российской Федерации. Все. Он даже не сильно обманывает. К его чести он не особо сильно обманывает. Западные демократии врут намного больше, чем Путин. Намного больше. Поэтому и наказание... Не-не-не, где это он нацистов-то нашел в Украине? И Мариуполь, который сами украинцы разбомбили. Это военная пропаганда конкретная. Ну, хорошо. А где нашли... Кого там они нашли? В Ливии злодея, который уничтожал свой собственный народ. Западная демократия. Каддафи. Вот Каддафи долго был... Ну, злодей, конечно. Ему третий путь рисовал. Сколько там стоила машина и квартира при Каддафе? Сколько получала молодая семья, женившись? Сколько левицам могло учиться в лучших университетах мира? А как только решил создать золотой динар, он сразу стал злодеем. Просто вот этот сам... Сначала ему Берлосконе руки целовал. Только золотой динар сразу... Хопа! Все, злодей. Надо бомбить. Так что тут рыльца у всех пушков, поверьте мне. Поэтому... Не-не, Алексей, что-то вы насчет Каддафи. Это товарищ, который арестовал болгарских медсестер, потому что у него в госпиталях царил срач и сказал, что они по заказу израильского правительства, заставил их признаться, пытая, что по заказу израильского правительства они заражали ливийских детей с ПИДом. И сделал он это для того, чтобы в конце концов к нему на карачках приползли какие-то западные люди и хотя бы начали с ним диалог. Кстати говоря, пусть Ивана Герсковича по такой же схеме берет в заложники. А когда мать Тереза делала то, что она делает? Это что было? А из нее делали святую? Да. Вот мать Тереза, это идем тут обсуждать мать Терезу. Я думаю, что не все наши слушатели знают суть проблемы, но может быть, вы расскажете. Это действительно жуткость. Пусть читают в Википедии. И если мы начнем как бы боди-каунт, кто кому виноват, то окажется, что Запад виноват ничуть не меньше, чем Восток. Что есть у Запада? Из преимуществ. У Запада есть все еще какое-никакое правосудие. более-менее честное. И реально там слабый человек, обычный человек может даже до какой-то степени отстоять свои права в суде, столкнувшись даже с крупной корпорацией. Или с крупным политикой. Тяжело это сделать, но он может. У Запада есть гигантское гуманитарное наследие, научное, правовое. Но он поканчивается такими стремительными темпами, что скоро у него и преимущества не останется. А преимущество витальности целиком на стороне глобального юга. Что Запад это мартида. Они сами себя убивают. Очень быстрый последователь. Очень простой показатель падения рождаемости. И да, я буду последний, кто будет отрицать реальные достижения Запада, предыдущие, да еще ныне сохранившиеся. И даже если он сейчас будет делать что-то хорошо, я всегда скажу, что хорошо и объективно. Но в целом, ну, там, если начинать читать, кто кого сколько убил, давайте вспомним про Бирку, которая трясли в трибуне, он, кто там у нас, председатель комитета штабов, Колин Пауэлл, показывал, да, вот смотрите, химическое оружие, вот там, вот оно, страшное в пробирочке. Раз и нету 150 тысяч ракцев. Посчитали, оказывается, не 150, а гораздо больше. Никто не может число установить. Понимаете, ну, тут такая история себе. Алексей, вот тут я вам скажу, что с одной стороны, я очень хорошо понимаю то, что вы говорите, потому что, когда я смотрю, ну, на то, как отменяют людей из-за того, что они там, не вовремя что-то сказали, когда я смотрю на правцов, трансгендеров, которых, если ты не признаешь, что они должны соревноваться и побеждать женщинам, то ты тем самым трансфоб и так далее, и так далее. И вот, ну, в общем, какие-то совершенно фантастические ситуации, когда расширение прав людей, которые можно только приветствовать, происходит за счет абсолютного уменьшения прав большинства и более того, отмены, не просто прав большинства, а отмены здравого смысла и тебе говорят, что если ты здравого смысла поддерживаешься, если ты фашист, трансфоб и так далее. Но, извините, просто это я хочу договорить. И я с ужасом смотрю, что люди действительно вот у тебя устраивают как культурную революцию времен Мао, как партийные чистки 37-го года. Но вместе с тем, когда я понимаю, чем закончу, вспоминаю тут же, чем заканчивались партийные чистки, потому что они заканчивались расстрелами, и когда я, ну, просто смотрю на Навального, на Яшина, на Карамурзу, которые в России сидят, когда я смотрю, как людей, как Евгений Оберкович, просто, ну, тупо сажают, и это самый настоящий фашизм, а в конце концов, на Западе тебя только увольняют с работы, и ты даже еще и в каком-то другом месте работу можешь найти иногда, то я могу честно сказать, с одной стороны, вот я впервые в жизни, когда я там уезжала, я думала, ну, вот, может быть, пойти в какой-нибудь американский университет, я подумала, да что там, с меня там погонят из американского университета, ну, ко мне отнесутся примерно так же, как на российском государственном телевидении, но все-таки разница, Алексей, колоссальная, и у кого жемчуг нет, нету колоссальной разницы, это нехорошо, нету колоссальной разницы, даже принципиальной разницы нет, есть только разница в правоприменении и в традиции, которая есть, в России традиция оборвана очень давно, если и была когда-то, во-вторых, тут же надо говорить, тогда выше поднимемся, а во-вторых, что касается увольнения на Западе, ну, вот так его уволили на Западе, он дошел новую работу в России, у Путина интервью берет. Теперь, скажите, пожалуйста, в России судят хоть одного кандидата в президенты сейчас? Так не допустили тех, уже посадили, Алексей, нехорошо, сидит на варне, тупо, да? Сидит на варне, да, Трампа хотят посадить, это кандидат президента США, который поддерживает большинство американского народа, в отличие от Навального, Навального же не поддерживает большинство российского народа, Трамп под уголовным следствием, его не хотят пропускать к выборам, точно так же, как в России, и хотят посадить точно так же, как в России, возможно, даже еще посадят, мы же не знаем. Поэтому, ну, как сказать, да не очень-то там, различий все меньше, понимаете, все меньше. Я далек от того, чтобы защищать Путина и его режим, далек, поверьте, я просто показываю, что вещи очень неоднозначные, тем более они неоднозначные, потому что в культуре глобального юга и глобального востока, в частности, в российской культуре, права человека – это очень сомнительная вещь. Вы знаете, какие две страны в мире не подписали всеобщую декларацию прав человека? Первое, этого я не знаю, но второе, я просто нашим слушателям тогда пользуюсь, адресую мой стрим про секту защиты прав человека, буквально. И о том, как вся эта достаточно левая история создавалась, случайно совпала во время своего возникновения с возникновением Коминтерна. Вот первая контора такого рода, SLU American Северн Альберт Эртюниан, была основана настоящим коммунистом, который в своих, просто, в своих, не то что частных, а программных, публичных письмах писал, что мы будем выступать под фальшивым флагом, использовать ценности буржуазного общества для развала этого буржуазного общества. И опять же, он в публичных выступлениях писал, а вот в Советском Союзе с этим уже все нормально, потому что, значит, там пролетариат пришел к власти, ему уже никаких этих самых буржуазных ценностей не надо, и никакой свободы слова ему не надо. И вот как-то Америка обходилась без прав человека до рабов освободила, независимость выиграла. А вот как появился Коминтерн, появились права человека. Извините, Алла Верды, я вам отдаю слово. Два государства не подписали в этом мире права человека, все остальные подписали. Первое Ватикан, второе Российская Федерация. Причем Российская Федерация это сделала не потому, что она очень умная или на теологию опиралась и антологию как Ватикан, а потому, что она просто не успела, она без времени попала на момент развала Советского Союза, они как-то не смогли подмахнуть, с тех пор наслаждаются. Так вот, почему Российская Федерация, понятно, почему Ватикан не подписал? Ну, извините, он считает, что католики, у них душа, у них все такое. Рация прав человека, деловая декларация прав человека оскорбляет достоинство человека. Это очень светские гуманисты, это очень примитивная антология по сравнению с христианской антологией. В христианской антологии человек — это образ и подобие Божий, его главная задача — обожиться. И когда мы рисуем портрет, который рисуют человека, рисуют светские гуманисты, там прямое оскорбление его. Его вместо Бога выставляют обезьянкой, которой надо присматривать, иначе она что-то плохого наделывает. Это оскорбление и Ватикан не подписывает. И православная церковь, и очень многие церкви прямо против прав человека. А светские государства поподписывали, потому что у них другая концепция человека, куда как более оскорбительная для человека, чем христианская. Так вот вопрос как бы такой вот. За что борется Запад, если он еще за что-то борется? Сейчас? Да, сейчас. Прямо сейчас. Не давая помощи. Приминкейским сражаться в Авдеевке сейчас. Честного ответа хотите на вопрос? Да. Во-первых, я думаю, что западные политики не борются, а, вернее, они борются всегда за одно, за голоса избирателей. Это одно из основных свойств демократии и не отменяющих. Давайте поднимем планку выше. А зачем им голоса избирателей? Здорово. Чтобы прийти к власти. А зачем им власти? Чтобы прийти к власти. Не, зачем им власть? А власть, власть для всякого политика самоценна. Хорошо, ну вот он получил власть. Дальше что? Все? Он будет есть наслаждаться и будет делить пирог. А дальше до следующего электорального цикла в этом отличие политиков, точки демократического от государственного деятеля. Да, вы только что обозвали западных политиков мошенниками с очень мелкой философией. Которые жертвы не направлены. не выжимают. И не чужие ради того, чтобы этот самый. Ну так это же приговор запада. Посмотрите, они не вспомнили. Вот смотрите, вот как это выглядит. Вы же не я сказали только что, что это очень мелкие мошенники с мелкой философией, задача которых делить пирог и получить удовольствие от самого процесса, не имея выше никаких целей, которые можно было сравнять с государственными деятелями. Теперь мы берем принца Салмана из Саудовской Аравии, которого обвиняют в расширении несчастного журналиста Хаштоги. Он говорит, вы знаете, ребята, у меня есть мечта. I have a dream. Алексей, извините, ради Бога. Я вас ни в коем случае не перевиваю. Мы вернемся к принцу Салману. Я хочу сделать вам очень важное замечание. Я совершенно против расширения не людей в посольствах. Но каждый раз, когда я слышу, как господина Хашоги называют журналистом, у меня все переворачивается. Потому что этот человек действительно был колумнистом в Вашингтон-Пост. Этот человек был влиятельнейшим салафитом, то есть просто членом мусульманского братства. Одним из лидеров мусульманского братства в Саудовской Аравии. То есть не просто политическим противником принца Салмана, а надо понимать, что он был как Владимир Ильич Ленин. И, конечно, если бы Владимир Ильич Ленин печатал колонки в Вашингтон-Пост, то E.T. очень много поговорило о Вашингтон-Посте, что он печатает колонки Владимира Ильича Ленина. Она бы тогда этого, наверное, не делала. А во-вторых, было бы не справедливо. Вот даже если бы, не дай Бог, что-то с царской власти сделали с Ленина, нехорошо было бы называть, что они расправились с журналистом. Извините. Алла Вердовна. Я специально сказал так, как говорит о нем Вашингтон пост и многие другие газеты. Не называют его журналистом. Так вот, когда с ним расправились, а теперь мы смотрим на... совершили ужасное преступление, и Салман стал нерукопожатный намного. Теперь мы смотрим на Салман. Салман — это человек, который говорит, я сейчас буду как условно Петр Первый для Саудовской Аравии. Будем проводить широкомасштабные реформы и делать ее технологической страной. Была публикация в Германии недавно, я не помню в какой газете, я читал, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты узнав, что закрывается пергамон в музее Берлинина 15 лет. Немцы очень любят по 10-15 лет рестаблировать. Сказали, а давайте мы всю экспозицию к себе заберем. Они концентрируют предмет на искусство, они делают очень хорошие экспозиции, они ставят на сверхтехнологический прорыв, они двигают цивилизацию вперед сегодня, эти люди. И мы сравниваем их с западными политиками. Просто кладем на весы. Мы имеем жестоких восточных тиранов, внимание, так, как подает этот Запад, который пренебрегает демократию. В Саудовской Аравии нет выборов, главы державы. И имеем выборную демократию в Соединенных Штатах, которая подло сдает украинских солдат прямо сейчас и Украину. Уже перед тем, как сдал Ирак, и перед тем, как наполовину сдал Ирак, и сдал Афганистан. И кого должен предпочесть здравый человек в здравом смысле? Запад. Кому? Потому что, когда я приезжаю в Саудовскую Аравию, я завишу исключительно от воли принца Салмана. Даже не важно, что я там буду... Скорее всего, он там разрешит женщинам самим водить машину и всякое такое. А когда я приезжаю... И когда я приезжаю в Россию, ну, я, слава богу, не собираюсь в ближайшее время в Россию, я завишу исключительно от воли президента Путина. Или какого-то мелкого чиновника. И костей не соберешь. А когда я приезжаю на Запад, или когда я приезжаю в Украину, я нахожусь в обществе, в котором есть вот чернозем правосудия и чернозем противоположных сражающихся сил. Дамечательно. А где сейчас очень такой хороший и позитивный дядька, которого зовут Питерсон? Психолог. Это психолог, знаменитый такой, один из лидеров правых на Западе, консерватор. Профессор университета ООН, который написал множество замечательных книг, там и так далее. Такой очень известный. Джордан Питерсон. Публицист, полемист и так далее. Ему запретили преподавать в университете. Ему пытались заблокировать ютуб-канал. Он посмел столкнуться с профессорами университета Торонто, которые ставят на радикальный феминизм. Попытался ему объяснить, что феминизм это плохо, вообще надо равноправить полов, и даже дело не в полах, а должна быть иерархия компетентности. Его оставили без средств существования, фактически лишили. Таких случаев в Украине я вам могу рассказать десятки. Когда по доносу студентов, по доносу студентов и по доносу коллег, профессора философии, например, оставались без средств существования. Очень многие выехали из Украины, а часть тихо сидит и не отсвечивает, потому что боится выступать. Но мне, честно говоря, нет большой разницы, кто оставит профессора философии без этого самого, без средств существования. Государственная власть или торцкисты, стукачи студенты и преподаватели. Какая разница? Так или иначе, он лишен возможности вести научную деятельность, которая украшает человечество, и лишен своих существований. Просто механизмы разные. История примерно одна и та же. Там студенты и коллеги, да, там не делает это госвласть, но студенты и коллеги делают. Опять же, что значит не делает госвласть? Еще мой любимый пример. В прошлом году в Российской Федерации 400 человек посадили за посты в Фейсбуке и лайки. В Британии и репрессировали 3 300 за этот же год. Сколько раз больше? 8. Ну, там еще и в Украине, я помню, какую-то бабушку... Украине 200, 200. Не бабушку, 65 лет, 5 лет за лайки. Это какой-то ужас. Ну, вот так. Ну, в Украине меньше, чем где бы это ни было. 200. Мы в этом смысле еще совсем демократик. Или как там ее обозвать? В 2 раза меньше, чем в России и в 15 раз меньше, чем в Британии. Это тоже самое. Смотри. У нас же существует крипто... Давайте поговорим о криптомеханизмах репрессий. В принципе, мы о ней говорим. Когда говорим, что в России госвласти репрессируют, ну, мне говорят знающие люди, что в гуманитаристике Москвы, Питера, Новосибирска просто тупо неприкрытая фронта Путину существует. Прямо говоря, во время чаепития на кафедрах шел бы этот Путин нахер. Вольнодумные речи ведут и так далее, и так далее. И как-то, ну, не зарепрессировали еще всех. Вы попробуйте вести вольнодумные речи на кафедрах в университетах Запада. Вы помните этот знаменитый допрос в Сенате главы Гарварда? Там была шутка, что Хамас лишился двух лидеров в один день. Израильтяне убили в Беруте одного, а представителя Гарварда даму уволили, потому что она сказала, что геноцид евреев зависит от контекста. Ну, вот троцкизм, просто смотрите, он же победил в 70-е годы одинаково и в Америке, и в Советском Союзе. В этом смысле поражение потерпела и та, и другая сторона. Просто оно, сроки, скорости этого поражения были разные. Советский Союз догнал в 91-м, у нас сейчас Запад догнал позже. Все механизмы репрессий, которые существуют, и которые работают почище, чем государственные механизмы репрессии в России, или примерно так же, на Западе осуществляются через академическое сообщество, через радикальные общественные группы. Где полицейский, который придушил несчастного негра, наркомана, которого во время задержания. Убили в тюрьме? Вот смотрите, Навальный все еще живет. Нет, он там живет. Убили в тюрьме. Все. Нет, у больших полицейских. Я наше слушатели прошу написать. Я помню, что было какое-то нападение, но, по-моему, вы ошибаетесь. Да убили ж. В этом-то и проблема. Месяц назад или около того. Навальный, сочувствуем ему изо всех сил, как человека, которого репрессируют, садят в ШИЗО постоянно и по-свински обращаются, все еще живой. А этот полицейский мертв. Если вы думаете, что я не к вам обращаюсь, к нашим читателям, вернее, к зрителям, уважаемым, если его не убивает государство, это не значит, что его не убьют, человека, который пошел поперек. Понимаете? У нас отставка заложенного подтверждена. Только что сенсация. Я просто хочу про... О, извините, ради бога. Я просто все-таки хочу поправить, что Дерек Шавин, это вот его 22 раза действительно ударили ножом в тюрьме, но, насколько я понимаю, все-таки он выжил. Все, с Дереком Шавином кончаем. И вообще, мы немножечко заговорились о системных вещах. я вам скажу простую вещь. Отставка заложенного. Скажу простую вещь. Что дальше? Подождите, со ставкой заложенного. Простую вещь хочу сказать. Что на Западе действуют совершенные и куда более совершенные, чем на Востоке или в России, механизмы сепарации и наказания провинившихся. Людей со своим мнением, со свободным мнением. То, что они не государственные или крипто-государственные, ничуть не отменяет. Я вам скажу, что когда по прихоти президента, как в России, тупо хватают и садят там оппозиционного деятеля, это очень примитивная история. Гораздо лучше, когда его раздавят его уже академические коллеги. И это на Западе аж бегом. И аж везде. Что касается отставки заложенного. Заложный это, ну, я говорил, я записал большой эфир, мне неохота повторяться. Давайте я тезис повторю в понедельник, что это начало политической карьеры волея заложного, рейтинг которого выше рейтинга Зеленского сейчас уже в два раза. И по вопросам украинским общественным мнением он в комбинациях первый-второй тур кроет Зеленского, побеждает с превосходством там в два раза. Это рейтинг еще до увольнения. Но главное не это. Главное у заложенного есть статус народного идола. Украина очень любит создавать себе идолов. Это признак, конечно, незрелого общественного такого мышления. И отставка только добавит ему популярности. С этой минуты он стал... Признак парадокса Юдина, о котором мы только что говорили. С этой минуты он стал политическим деятелем, заложенный после отставки. Теперь каждый его шаг будет рассматриваться ну, очень пристально. Потому что огромное количество недоброжелателей появится, которые его будут атаковать. Более того, основными недоброжелателями будут люди, которые будут пожимать ему руки, лыбаться в глаза и говорить, что спаситель нации, как всегда это бывает в политике, предлагают свою дружбу, кошелек и помощь. Но мы желаем ему удачи. Многие могут считать, что это катастрофа, но для него это начало политической карьеры. Куда более масштабной по перспективам и куда более с большими возможностями, чем просто быть главнокомандующим. В кавычках просто. Ну, то, что он практически, если не прилететь «Черный лебедь», будущий лидер Украины, это общее место. Зеленский все-таки не смог избежать соблазна. С технической точки зрения он поступил исключительно неграмотно, потому что ему надо было связывать заложенного и топить вместе с собой. Политтехнологически. Но он ему что? Он превратил его в крупную политическую фигуру фактом отставки. Но пожелаем удачи обеим сторонам. В этом смысле. Более того, если сейчас что-то случится с фронтом? А дело не важно. Я же говорю, дело в отставке главнокомандующего, не будем называть фамилию. Главное, не отставка главнокомандующего, мы будем называть фамилию, а главное, кто будет следующим главнокомандующим. Потому что, если следующий главнокомандующий будет заменен с пакетом других генералов или даже в одиночку, а стратегия войны что-то усовершенствуется, станет более эффективной, значит, Зеленский все сделал правильно. Или даже так, не Зеленский, а верховный главнокомандующий. Потому что, когда верховный главнокомандующий отставляет главнокомандующего, это всегда признание верховным главнокомандующим неэффективности прежней стратегии. Вот он его заменил, значит, она должна стать более эффективной. Если она не стала, это будет прочтено всеми без исключения, как политическая расправа. даже если изначально интенция у Зеленского была иная, и он действительно хотел сделать лучше, заменить, сделать более эффективное управление вооруженными силами и так далее, и так далее. Она будет читаться как политическая расправа, и это будет факт биографии нынешнего главнокомандующего, даже без фамилии, и факт биографии нового политика, выросшего на посту главнокомандующего, тоже без фамилии. Расклад очень простой, мы очень скоро это увидим. Стратегия войны или станет лучше, или станет хуже. Но то, что Валерий Залужный сделал только что 15 минут назад, сделал шаг в очень большую политику, это однозначно. Начало новой карьеры. Как это, пост умер, теперь этот самый. Теперь, это здравствует новый пост. Статья Залужного. Мне показалось, что вот его последняя статья, все она приблизительно переводится так. дайте мне дроны, но уже не ему, уже его, кто придет на смену, и я удержу фрукт при минимальной западной помощи. Дроны будут? Это возможно? Да как-то не видать их там, чтобы особенно много было этих дронов. Посмотрим, не знаю. Ну так дроны-то за них отвечают, за их производство отвечает не армия, за их производство отвечают политики. Это-то можно обеспечить? Так армия отвечает только за введение, подготовку, введение боевых действий и планирование. Больше ни за что. За все остальное отвечают политики. Она, более того, я... Армия даже за мобилизацию не отвечает. За мобилизацию отвечают президенты Кабмины, согласно законодательству Украины. Армия просто должна взять тех людей, которые им дали, и сделать из них солдат. или как-то там применить. Все. Смотрите, вот Зеленский уволил заложного, и я думаю, что мы не будем не правы, если предположим, что одна из главных причин – это именно рейтинги доверия, потому что они выше у заложного. В этом смысле, как вы сами заметили, это не очень рациональное действие, потому что получается, что тем самым заложного, во-первых, избавляют, если на фронте что-то пойдет не так, не он будет виноват, а во-вторых, собственно, Зеленский создает себе гигантского политического конкурента, которого раньше не было, и который будет... Давайте так, уже создал. Уже создал. Да. Но уголовное дело против заложного было еще в марте 22-го года. Вот с какого момента все пошло не так, и почему? 4 марта было возбуждено уголовное дело по предательству Родине против заложного. Вот теперь, когда политик, это можно говорить. Против заложного? Против заложного, и не только против него. Когда он был главнокомандующим, нельзя было говорить. Но вы и так это знали, просто я деликатно молчал. Теперь вы это подтвердили, я подтверждаю след за вами. Насколько я знаю, это может узнать любой народный депутат, пошла в соответствующий запрос ДБР. 4 марта измена Родины, 111 статья. В апреле 23-м мы ему довесили, перед контрнаступлением, довесили еще одну статью. Преступная халатность, повлекшая тяжкие последствия, что-то такое. Представляете, как ему было планировать и командовать контрнаступлением и всем генералам вокруг него, которые таскали на допросы в СБУ в это время и в ДБР. Какая-то такая история не очень хорошая была и остается. Он подвижен до сих пор на статье, уголовное дело не прекратили, поэтому неизвестно, как будут это эксплуатировать. Но больше всего администрация Зеленского опасается связки заложенной Порошенко. Если вы видите, идет очень серьезная атака на Порошенко за трубу Медведчука. Достанется ли по уголовному процессу заложенному, его специально подвешивали. Посмотрим, что будет дальше. Мы видим, что есть ряд других генералов, на которых был Кривонос, на которых было уголовное дело за, как я понимаю, самовольную защиту аэродрома. Был Червинский, за которого завели уголовное дело за неудачную операцию, что, на мой взгляд, очень странно выглядит. Что сделал заложенный до 4 марта, 24 февраля, 4 марта за 10 дней, что он удостоился уголовного дела аж о госизмене? Кто-то должен был оказаться виноватым за провал подготовки к войне и, точнее, за провал, а так, за такую подготовку к войне и за начальное ее ведение, в частности, провал на юге. Смотрите, с одной стороны, давайте сейчас протрезвеем резко. С одной стороны, ничего страшного нет. Заведение уголовного дела это же не означает, первое, что человек виноват. Виновным делает только суд. Второе, ну, по факту, такого провала на юге должно быть, уголовное дело было бы быть. Ну, ладно, знаешь, оно должно было бы быть. Алексей, извините, я возражу, а уголовное дело по факту, я не знаю, блица над Великобританией было, это абсолютно совковая, дикая история о том, что МГБ, МКВД возбуждает уголовное дело и таскает генералов и их расстреливает. У Наполеона ничего такого не было. Погодите, погодите. Мы имеем то, что мы имеем. Завели уголовное дело, таскали генералов в момент отражения агрессии. Это факт биографии нашего, нашего нового молодого украинского государства. Если оно ничем не кончится, то это будет просто уголовное дело, которое возбудили по факту и обнаружили, что Валерий Залужин не виноват. Но сейчас ситуация, что крупнейшие конкуренты действующего президента, уволенные, но и не давшие самостоятельным политикам, находятся под уголовным делом, которое он благо приобрел, благо приобретенным в момент начала войны. Ну вот, это просто, чтобы мы понимали расклады. Хорошо. Потому что ходят слухи, что в самом начале войны между Зеленским и Залужином была некая размолвка. В самом начале войны. Ну, насчет этого не знаю, подтверждать не буду. На мой взгляд, их система взаимоотношений это одна сплошная размолвка длиной в два с лишним года. Поэтому где там какая конкретная размолвка, чему мешала, не знаю. Хорошо. Тогда к вопросу о том, кто виноват в том, кто сдал Юг. Потому что, насколько я понимаю, Юг армии было очень сложно оборонять, если, опять же, гражданские власти считали, что войны не будет и не давали разрешения на строительство долговременных укреплений. Есть книжки Они ясняты разрешения на строительство оружения. Если вы просто не в курсе, наверное, как и большинство наших зрителей, что военные до сих пор должны спрашивать у местных властей разрешение выкопать какой-нибудь там окоп в городе, который, например, 5 километров от линии фронта находится, или там 20, который исполирован, который полностью разрушен, которого уже нет. Но поскольку там действуют все те же самые власти, а представьте, как им элегантно делать это на Востоке, где очень многие представители местных властей не очень лояльны к самому факту ведения боевых действий, скажем так, деликатно на территории, веренной им в управление. А если они этого не делают, то прибегают местные прокуроры и говорят, о, вы не спросили разрешения, уголовное дело. У нас армия вообще поставлена в идеальные условия для войны. Очень много бумаги добавлено в нем. Мне, когда военные присылают, я не знаю, плакать или смеяться. Значит, посерьез заняться наведением дисциплины невозможно. Верховная радость слишком гуманная, постаралась ради прав человека. Что там у нас еще не в той части, где их надо понимать? В израильской армии командир может применять оружие против трусов? Иногда даже обязан это делать. В американской может, а у нас забрали такое право у командира. Но хорошо, забрали право применять оружие, так сделайте хотя бы механизмы эвакуации тех, кто раскладывает коллектив за 8-12 часов нытья, раскладывает целую роту. И этого не могут сделать на третий день войны, на третий год войны. Вот. Ну, вот у нас теперь смена главнокомандующего. Хотя, большинство из этих вещей это непрямая ответственность главнокомандующего. Бумаги это в основном Министерство обороны, их ответственность. Реальная полномочия командиров, кадровая политика это Верховная Рада главком, вернее, Верховный главнокомандующий. Ну, главком теперь уже может только давать интервью в этом смысле. И что? И высказывает свою точку зрения. Сейчас его немедленно потянут на политические заявления, будут вытягивать даже самые лояльные корреспонденты, и он начнет делать какие-то свои шаги. Некоторые удачные, некоторые неудачные, как все живые люди и посмотрим. Но вопрос, какую политику он будет вести, это очень интересный вопрос. Дело в том, что среднее украинское чиновничество ориентируется, да и не только среднее, на победителя всегда. И однажды наш нынешний главнокомандующий может обнаружить, что его уже никто не слушает на деле. Потому что все прибежали в лагерь с демонстрацией лояльности новому политику, куда более высоким рейтингом. Что тогда? Страна-то воючая. Справится ли новый главком с этой ситуацией? Новым главком, кто бы он ни был, новый главком, кто бы он ни был, ему же придется перебирать на себя лояльность вооруженных сил. Сейчас. А я очень, ну у меня есть определенное сомнение, что ему будет легко это сделать. Подарок Путину? Нет, это чисто внутриполитическое решение в Украине. Я знаю еще одного человека, которого начались крупные неприятности, как только его рейтинг стал вторым в Украине. После первого. Да. Я сейчас с ним беседую. Ну вот второй раз повторяется эта история. О чем нам это говорит? Как это, как говорил Суворов, один раз везение, второй раз везение, помилуй Бог, это же умение. умение за этим всем проступает. А я бы сказала, что это вот то, насчет чего я вас пытала, а вы старались уходить от ответа на вопрос, потому что я спрашивала, хорошо, вот есть Путин, он проиграл эту войну уже тем, что начал, потому что этой войной он окончательно разрушил ту связь, которая существовала между русскими и украинцами. А соответственно, поскольку его идеей было эту связь укрепить и превратить украинцев-русских, то, значит, то поезд ушел. А есть Запад, в который мы только что все косточки обсосали. Но вот есть несколько системных ошибок, которые делают украинские власти в ходе этой войны, и получается, что Запад смотрит и видит, что вот тут есть Россия, мордор, фашизм, но видит, что происходят в Украине тоже процессы, которые, ну, там, в России пришли к концу, в Украине они в самом начале, но эти процессы заключаются в укреплении власти и в уничтожении внутренних врагов. И у меня такое ощущение, что от Украины, вот если в начале войны Украина воспринималась как вот, слава богу, мы сейчас тут отстоим демократию, принципы, все западные ценности, значит, Россию уроем и сдержим Россию, и Запад от политики сдерживания России перешел к политике сдерживания, и России, и Украины, потому что с точки зрения западных политиков, хорошие они или плохие, значит, есть две части совка, которые развалились, и вот никто, ну, спросим, кто хочет Россию видеть в Европе? Ответ, никто. Вы что, с дуба рухнули? А я не уверена, что Украину хотят видеть в Европе в том виде, в котором она сейчас, и вот с некоторыми процессами, которые происходят. Хотя нам в России абсолютно остается только завидовать, потому что, обратите внимание, что, ну, скажем, ну, ведь даже то, что происходит между Залужным и Зеленским, это естественное следствие, когда в демократической стране власть не может сконцентрироваться в одних руках, и все время, значит, находится человек, вокруг которого все оппозиционные политики будут его поддерживать и толкать, а с другой стороны президент будет завидовать. А в России такого нет? Куда не кинься? А когда Пригожин шел на Москву, а Путин из нее сбежал, это было что? Я его приветствовал народ по дороге. Ну, слушайте, это другое, но давайте мы все-таки не будем сравнивать Залужного с Пригожиным, но это просто настолько некрасиво по отношению к Валерию Федоровичу. Это не сравнивание Залужного с Пригожиным, это рассматривание явлений, на которые вы указываете, можно без фамилий. Они просто, ну, как вот, нашелся политик, который долго, быстро поднимался, у него роскообщественный рейтинг, потом он совершил вооруженный марш на Москву, не довел его до конца и героически погиб. Но его приветствовало население, насколько я помню, видео этого оппозиционного политика для всех сил. Хорошо, давайте по... Надеждина. Да, Надеждина. Давайте по пунктам. Значит, первое, Путин не пытался никого здесь превратить в русских, потому что Путин не представляет русских. Путин представляет россиян. Русские россияне это очень разные вещи. Я вам скажу, что эта война существует с моей точки зрения только потому, что по обе стороны границ слишком мало русских нашлось. Мало русских в России и мало русских в Украине. Русских, которые от Киевской Руси, я имею в виду, которые те времена еще помнят и там видят источник ответа на вопрос кто. Второй момент. Если бы Путин представлял русских, эта война бы не случилась. А вот когда он представляет Российскую Федерацию и ее правящую верхушку, то случается война. Второй момент, вернее, третий. Ошибки, которые делает Украина. Понимаете, мы делаем ошибки, но эти ошибки снижают нашу эффективность. Это их глава. Это единственное, что они делают. Ни для Путина они не являются ни поводом, ни инструментом. Ни для Запада они не являются ни поводом, ни инструментом. Что касается Запада, он никого не сдерживает. У Запада нет стратегии в этой войне. И вообще нет стратегии. Он ее потерял. И совершенно не видно, чтобы он приобретал ее заново, эту стратегию. Поэтому события развиваются стихийно, достаточно. Единственным, кто обладает пониманием дальнейших шагов и длинной волей, основанной на более-менее относительном реализме, является глобальный юг. Китай, Северная Корея, Иран, Российская Федерация, Сирия, Хусид, кто-то там еще из примкнувших Саудовской Аравии. Они что же вступили в БРИКС, Эмираты. У Запада стратегии нет. Есть и стратегия, есть и единственное, у кого есть, это у бритов. У британцев, по-прежнему, последние взрослые в западной политике, у них что-то похожее на стратегию есть, они ее весьма последовательно продолжают. У Штатов стратегии нет. Но вот с такими коррективами готов согласиться, если учесть все, что я сказал. Ну, это те, которые на самом деле меняются все, что я сказала, на 180 градусов. Что я, кстати, серьезно подозревала, потому что стратегия Запада принимает во внимание это. Ответ, стратегии Запада нет. Да, у них стратегия. Можно пресать на левой ноге, можно пресать на правой ноге. Стратегия Запада от этого не изменится, потому что ее нет, скажем так. Да, ее нет. Запад идет стратегия, к сожалению. Так, вы затронули другую, интереснейшую тему, кто такие русские. Но я думаю, что поскольку мы полтора часа в эфире, то у нас, наверное, Ну, давайте, если что-то поговорим, кто такие русские. Это важно. Мы, господа, будем говорить на тему Руси. Смотрите, я для затравки вам кем. Вот я русский, но не россиян. Это очень разные вещи. Очень разные вещи. Более того, трагедия российского народа, народов, населяющих Россию, и значительной части украинского и белорусского народа, и окружающих нас народов заключается в том, что мало русских. Практически нет по пальцам нескольких рук. Вот это то из поста моего друга Андрея Волны. Напомню, что это русский врач, который уехал из Москвы и ценой невероятных жертв все-таки добился того, что он сейчас травматолог, он сидит и спасает в Киеве украинцев. Ну, это просто для него это все происходящее было невероятно. Ему было... И вот из его поста я узнала, что главный хирург российской армии украинец. Подборит, да? Волна в Киеве, а этот в Москве. Через 2-3 недельки. Да, через 2-3 недельки у нас есть время на последний вопрос, Алексей? Да, ну, конечно. Потому что, наверное, я думаю, что важнейший вопрос это все-таки что будет делать Путин в ближайшие месяцы, потому что мы часто говорим, чего он достиг и как поменялась его армия. Вот какие фундаментальные проблемы у него и недостатки остались? Я думаю, что... Я думаю, что... Прорвать фронт. Мой замысел... Вернее, его замысел с моей точки зрения выглядит так. Это гипотеза замысля. Значит, он проведет сейчас выборы. К выбору он постарается взять Авдеевку. Мини-приз. Вот. И дальше начнется опричнина. Он будет чистить российскую элиту. Широкомасштабно чистить. У него стоит давно перезревшая задача укоротить взорвавшееся серое руководство, скажем так, некоторых горожан и случившихся баронов. Почти точная цитата. Он их зачистит. И это будет ключевая задача. В это время на фронте вполне может быть пауза, либо такие же боевые действия взяла текущая задача брать отдельные районные центры. Параллельно он будет создавать механизмы увеличения боеспособности российской армии. В первую очередь они будут численные, потому что качественные или исчерпанные, или требуют бы куда более длительного времени. Например, где-то взять новую технику, танки и так далее. Будет продолжаться то, что продолжается. Он постарается накопиться и получить еще одни существенные результаты. Условно Купинск или еще что-нибудь к саммиту в Вашингтоне, саммиту НАТО, о котором так долго говорили большевики. Вот был Вильнюс, теперь будет Вашингтонский. А самые существенные результаты он постарается до июня слишком мало времени. Самые существенные результаты он постарается получить к сентябрю, то есть к началу активной фазы избирательной кампании в Соединенных Штатах. Главная его задача это первое подорвать веру Запада, что есть вообще возможность, необходимость помогать Украине, потому что она гарантированно все равно проигрывает, медленно она проигрывает. Я не утверждаю это, а я говорю, что это путинская задача. Вторая, я думаю, не знаю, решится он это или нет. Мне кажется, это будет решено после задачи причины, когда он оценит их и скажет успешно, не успешно, или, по крайней мере, первая и вторая ее фазы. Это провокация где-то в районе стран Балтии, Польши, потому что с моей точки зрения он под выборы Трампа, замысел должен быть такой у него, показать, что НАТО вообще не действие на механизм, что территория атакована, например, стран Балтии, а НАТО не может защитить, не может задействовать пятую статью и она не действие способна. Это означает, что веский и тяжелейший внутриполитический кризис в Европе и НАТО, в ЕС и НАТО, это означает почти гарантированную победу Трампа 100% и республиканцев, и залиционистов, и это означает радикальный слом всей парадигмы, существующей в Европе, потому что очень многие европейские страны и лидеры после коротких жирких дебатов в отношении того, надо ли посылать португальский батальон и отбивать далекую Балтию, которую никто не может показать на карте из португальцев, предпочтет перейти на прямые отношения с Москвой по типу Орбана или по типу Фитца. И все, конец ЕС и НАТО. Вот такой их замысел. Единственное, что мне... это конец эпохи маленьких государств, то, о чем мы говорили вначале, что маленькие государства оказывается в конкурентной военной среде не выживают. Когда крупномасштабная война, да, и это одно из открытий этого времени. Теперь возникает вопрос такой. Готов ли он пойти на провокацию против НАТО, на раскол его? Я думаю, замысел именно таков, я уверен, на 99%. Пойдет он или нет, я ставлю в зависимости от успешности внутренних зачисток. Среза нелояльных людей, которые могли бы противодействовать на разных звеньях управленческого аппарата, финансово, промышленного, регионального, вот этой истории с расколом НАТО, с бросанием перчатки НАТО, поднимание устава к предельному. Если получится, то они на это пойдут. Если нет, они будут создавать кризис за кризисом на украинском формате, чтобы подвести активную базу американской кампании, когда все республиканцы смогут сказать, ну вот смотрите, получилось с Украины то же самое, что с Афганистаном, на чем мы там пацанут, что ей помогать, и здесь мы провалили свою политику, точно надо удалять демократов и глобалистов от власти. Ну примерно туда. Ну вот с учетом этого последний вопрос, это будет действительно последний вопрос. А был у меня вчера Надеждин, позавчера Борис Надеждин, но все уже, конечно, понятно, песенка спета, слишком не технический кандидат выдвинутый генерал Деларавери вдруг оказался начал играть всерьез, на него поставлены были большие надежды, соответственно, его сняли с дистанцией. И когда я его спрашиваю, что он будет делать на фронте, он говорит, немедленное перемирие и переговоры. Я спрашиваю, но вот позиция Украины известна, отведите войска на 91-й год, тогда поговорим. Вы получив такое встречное предложение, что сделаете? Конечно, он говорит, я такого приказа не отдам, потому что я была адаптируясь президента России, а не Украины. Соответственно, вот представим себе эту чисто абсолютно гипотетическую возможность, которая на самом деле достаточно нереальна, потому что понятно, что Надежда ни при каких обстоятельствах не станет президентом, и позиция президента Зеленского тоже очень хорошо известна. предложение немедленного переверия. Что надо делать? Так это же... Прекращение огня, заморозки конфликта. Это неполная постановка вопросов. Такие решения принимаются пакетно. Что такое прекращение огня? Это только первое и даже предварительное условие. Тут надо весь пакет смотреть, что дальше. На что меняем прекращение огня? Какие дальше? Как он видит дальнейшее урегулирование? Как он видит ответственность сторон? Как он видит перспективы дальнейшего выстраивания отношений? Их же надо смотреть во все связки. Пусть полностью обнародуют мирный план или хотя бы в ключевых его позициях, и тогда можно говорить. А немедленное перемирие это что? Это как смена погоды. Сменилась погода дальше? Это же не стратегия. Это условия. Все. Немедленное перемирие на самом деле это заморозка конфликта и сохранение его по нынешней лидерии. Мы не знаем. Зачем мы его будем домысливать? Пусть скажет полностью свой пакет мирный. Тогда в ответ можно будет что-то говорить содержательное. А так немедленное перемирие. Это ни о чем. Это же как смена погоды. Был дождь, вышло солнце. Что дальше? Ну хорошо, господа. Мы анонсируем то, что мы будем говорить в следующий раз о страшной вопросе. Страшная тема, где количество мин на квадратный, количество идеологических мин на квадратный километр территории превращает превышающую плотность мин в линии Суровикина. Ну а мы постараемся ни одной мины. Я обещаю вам не минуть и на всех подорваться. Алексей, спасибо вам огромное. Спасибо нашим зрителям. Спасибо.